В Кыргызстане в этом году ушло из жизни почти 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Это не просто статистика, это часть памяти нашего с вами общества. К сожалению, за последние годы можно наблюдать некую амнезию по отношению к людям, победившим Великой Отечественной. И чем больше ветеранов уходит из жизни, тем прогрессивнее потери памяти. Во время войны свыше 150 тысяч кыргызстанцев были награждены орденами и медалями. 22 из них стали полными кавалерами Ордена Славы, а 73-м было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Сейчас большинство этих наград ничего не значат для современных жителей столицы. Зачастую сами ветераны или их родственники относят эти награды на скупку. Как мы только что убедились, местные скупщики готовы купить ордена и медали. Однако говорить о таком доходе перед камерой никто не соглашается. Для большинства представителей нынешнего поколения ветераны Великой Отечественной – это бабушки и дедушки с медалями и орденами на военной форме. А ведь всего 69 лет назад на войне сражались более 300 тысяч кыргызстанцев. Отлонимся и мертвым, и живым. Ежегодно о военных заслугах вспоминают накануне Дня Победы. Даже для самых маленьких зрителей в цирке идет тематическое представление о войне. Однако о Великой Победе большинство молодых зрителей знает совсем мало. Все люди жили мирно, как бы ничего не знали такого, и тут война оказывается. Честно, это очень страшно. А почему случилась война, вы знаете? По какой причине? Нет, я не помню. О войне, о том, как они победили и вернулись домой. А почему началась война? Не знаю. А что ты знаешь о Великой Отечественной войне? Не знаю ничего. На сегодняшний день в республике осталось только полторы тысячи участников Великой Отечественной войны. За последний год из жизни ушло почти 7 тысяч ветеранов. В честь празднования Дня Победы в этом году государство выделило около 800 тысяч долларов. На сегодняшний день участники войны, инвалиды войны, блокадники и несовершеннолетние дети, узники космогерей, они ежемесячно получают материальную помощь в размере 7 тысяч сон, как за компенсацию. В размере 3 тысяч сон дополнительно каждому из них. Это как стипендия президента. И они также получают единовременное пособие раз в году по 10 тысячам и 9 мая. Не только правительство, но и жители республики вспоминают о заслугах ветеранов на День Победы. Ежегодно жители приобретают георгиевские ленточки, перечисляют средства в фонд ветеранов и готовят подарки. Восемь лет назад на городском интернет-форуме активисты начали собираться, чтобы на День Победы лично поздравить ветеранов. Это был 2006 год, когда один из пользователей, у них был Егор Евгения Борисовна, просто написала, давайте, 9 мая все сидели, общались, и она написала, давайте пойдем поздравим ветеранов. То есть люди быстро собрались, скинулись, сколько у кого было, они купили гвоздики и поехали на площадь. И каждому встречному ветерану дарили по гвоздичке. В этом году к акции присоединились около 100 человек и собрали более 3 тысяч долларов. Ветеранам дарят как пакеты с продуктами, так и конверты с деньгами. Вы знаете, да? Деньги, продукты, то следующее. Активисты на своих машинах объезжают ветеранов. Для них это возможность прикоснуться к истории. Квартира 5. Наверное, потому что я одно из последних поколений, которые увидят их в живых. И, честно сказать, я хочу, наверное, сделать хоть что-то. У меня прадед воевал, он вернулся с войны. Дед мой был беспризорником войны, ему было 4 года. Мою семью это коснулось. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. С праздником вас. Пулеметчик Журавлев победу встретил в Германии, у реки Хельба. О войне, как и о своей молодости, вспоминает с ностальгией. Вот такие песни мы пеем. И хотя символы Дня Победы все чаще подвергаются сомнению, для кого-то 9 мая по-прежнему остается праздником со слезами на глазах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok